Земеля, твое здоровье! В этом видосике я поведаю вам, как отгрохать вот такую зверскую композицию прямо в After Effects. Погнали! Создаем новую композицию с размерами 1920х1080. Фреймрейт 30 кадров в секунду. 15 секунд нас устроит. Назовем композицию Main. Ой-ой-ой. Жмем ОК. Мгновенно создадим новую композицию. Нажав Ctrl-N. Назовем ее Text. Параметры пока оставим те же самые. Нажмем ОК. И пишем нужный нам текст. Меня устраивает вот это прекрасное слово. Делаем немножко поменьше. Выбираем слой, нажимаем S. Примерно так. Теперь выставляем ровно. Отлично. Теперь заходим в настройки композиции. Жмем Ctrl-K. И изменяем высоту примерно до 115. Чтобы наш текст не выходил за границу. Да. Это нам подходит. И теперь создадим новую композицию. Ctrl-N. Назовем ее фигура. Высота 1920 на 1080. Все то же самое. Жмем ОК. Переходим во вкладку Project. И закидываем сюда нашу композицию с текстом. Неплохо, неплохо. Теперь нам нужно повернуть нашу композицию на 90 градусов. Выбираем композ с текстом. Нажимаем на R. И здесь пишем 90. Теперь залетаем во вкладку эффекты и пресеты. И пишем Motion Tile. Применяем к нашему композу с текстом. И увеличиваем вот этот параметр. Это то, что нам подходит. Теперь возвращаемся к нашей старой доброй композиции, которая называется Main. Переходим во вкладку Project. И закидываем наш композ с фигурой. Переезжаем во вкладку эффекты и пресеты. И пишем CC Cylindra. Вот эффект, который нам понадобится. Применяем его. И что мы видим, родные? Посмотри, какая уже красота. Все красиво, но что-то не то. Нам надо выставить ровно наш цилиндр с текстом. Для этого переходим во вкладку Rotation. Подкручиваем вот эти кнопочки. Выставляем примерно вот такие параметры. Давайте сделаем лучше в другую сторону. Также здесь можно изменить позицию. Ну, тут уже будете разбираться сами. Эффект достаточно интересный. Давайте анимируем игрок Rotation. Вжмем сюда, на эти часики. Переезжаем в конец композиции. И здесь пишем 1. Смотрим, что получается. Ай, красота, ай, красота. Поработаем немного с освещением. Отлично. И мне не нравится то, что вот эта часть цилиндра такая яркая. Я сделаю следующее действие. В рендере я выберу Old Side. Дублирую наш компост с фигурой, нажав Ctrl D. Перееду на скопированный компост. И в рендере выберу Insight. Тем самым я разделил наш цилиндр на две части. Переднюю и заднюю. Заходим в скопированный компост. Нажимаем T. И понижаем опасность. Тут уже решайте сами. Я понижу до 20. Ай, красота. Можно немножко подплеснуть размытие по гауссу. Залетаем в эффекты пресеты. Пишем гаусс. И применяем к задней части цилиндра. Улучшаем этот параметр примерно до 10. Ой-ой-ой-ой-ой. Давайте все это дело закомпозим. Выделяем наши две части цилиндра. Жмем Ctrl Shift C. Выбираем здесь второй пункт. Смотрим, чтобы галочка была здесь. И называем все это дело элемент. Жмем ОК. Теперь можно поработать с фоном. Давайте на время скроем наш элемент. Зайдем во вкладку Project. Закидываем в нашу главную композицию. Применяем к нему эффект цилиндр. И растягиваем примерно вот так. Теперь увеличиваем нашу фигуру. Нажав на S. Примерно до таких размеров. И снова немножко поправляем радиус. Выбираем Render Outside. Тут можно немножко поправить Rotation. Выбираем наш слой. Жмем R. И ставим примерно в таком положении. Давайте снова увеличим. Примерно так. Также анимируем Rotation. Y Rotation. Жмем на часы. И давайте напишем не один, а полтора. Смотрим, что получается. Ай, красота. Ай, красота. Дублируем нашу фигуру. Ctrl D. И двигаем дублированный слой примерно вот сюда. Давайте немножко увеличим Scale. Я думаю до 236. Отлично. Поправляем нашу фигуру. Ставим ее примерно так. И снова дублируем. Ctrl D. Дублируем на фигуру. Перетаскиваем теперь в этот угол. И ставим примерно так. Давайте теперь немного все это дело подкрасим. Если что, поправляйте сами. Тут уже все в ваших руках. Давайте закомпозим наш фон. Нажимаем на первую фигуру. Зажимаем Shift. Жмем на последнюю. Жмем Ctrl Shift C. И здесь пишем Back. Background. Нажмем ОК. Теперь к нашему фону мы можем применить эффект Fill. Она же заливка. Применяем. И выбираем цвет, который нам нравится. Я выберу какой. Ты выбираю какой хочешь. Неплохо. Теперь к фону применим эффект, который называется Glow. Свечение. Понижаем вот этот параметр. И увеличиваем радиус. Примерно так нас устроит. Давайте понизим Opacity. Выбираем наш фон. Нажмем T. И понижаем примерно вот так. Что интересного можно учудить еще? К фону можно применить эффект Turbulent Displace. Применяем. И крутим параметры как захотим. Тут уже решаете сами. Я всего лишь показываю инструменты. Я сделаю примерно вот так. Обрещаем внимание на вот эти щели. По-хорошему их не должно быть. Если они появляются, то выбираем наш фон. Нажимаем S, Scale. И увеличим. Смотрим, что получается. Как же можно анимирует Turbulent? Например, вот этот параметр Amount. Здесь примерно вот так. Поправить ключи можно внутри бэка. Открываем. Эффект. Турбулент. И вот наши ключики. Посмотрим, что получается. И теперь осталось самое главное, роднуля. Включить наш элемент. Оп. Можем немножко увеличить. S, Scale. Мне не очень нравится фон. Я его немножко доработаю, добавив тени примерно вот сюда. Пока уберу наш элемент. Накину новый Solid. Черный. С размерами 1920 на 1080. Назову его Shadow. То есть тень. Ок. Отключу. Выберу инструмент Paint Tool. И вырежу примерно по вот этой линии. По этому разрезу. Включу. Открою настройки маски. Mask. Mask 1. И повыше параметр Mask Fizz. Что у нас получается. Получается красота. Можно немножко понизить опасности. До 90. Дублирую слой с тенью. Выбираю его. Ctrl D. Двигаю на второй участок. И также немножко поправляю под мой изгиб. Смотрим, что получается. Добавлен некий объем. Некое наитие. Красота. Перекидываем нашу тень под элемент. И включаем наш старый добрый элемент. Который мы скрутили несколько минут назад. Вот такая красота. На него можно также приподбросить турбулента. По желанию. Но это уже по желанию. Я его не буду использовать. Еще, кстати, можно немного разметь края. Создадим Adjustment Layer. Назовем его Blur. Вырежем масочкой примерно вот так. Можно и поаккуратнее. И применить к нему эффект. Размытие по гауссу. Повысить параметр. Зайти в настройки маски. И поставить галочку здесь. Инвертор. Также немножко сгладить края маски. Я думаю, это нам подойдет. Сохраню этот проектик. И закину в описание под этот видосик. Угощайся. Эй, роднули. Спасибо за просмотр. Со всей дури ударь по лайку. И набросай знатный комментарий. Если этот видосик был тебе полезен. Всем хой! Субтитры сделал DimaTorzok